Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 22 октября и как я в предыдущих роликах уже говорила, я начала зимнюю видео серию роликов. Эти ролики, видеоролики зимние, намного отличаются от летних. Тут у меня не будет живых помидор, как многие говорят, нужно показывать на кустах. Все что я успела летом, я показала на кустах. Если все не показала, вы не обессудьте, потому что я же еще кроме вот снятия видеороликов занимаюсь всем остальным трудом, посынкование, полив и подвязка и все на свете. Иногда бывает хочется показать томат, но достойно этого, но времени нет. Особенно было сильно жарко, заползаешь домой, голова кружится. Короче, половина сортов оказалось у меня не снятых и не описанных. Зимой сейчас мы восполним этот пробел. И о тех сортах, которые интересны, я вам буду рассказывать. Я вот уже рассказала о сорте демидов, который у меня всегда номер один в каталоге, и теперь всю жизнь я буду его выращивать, навеки буду с ним. Вторым номером, но не вторым номером, а в каталоге номер 224, я уже тоже рассказала о нем. Сумасшедшие ягоды Бари были. Это совсем другой сорт американский. И вот третий видеоролик, который я сегодня сниму, на сегодня это будет последний, будет томат Фиделио. Многие о нем спрашивают, потому что это сорт довольно таки новый. И я расскажу вам про него, потому что история его возникновения очень интересная. Он новинка не только в моем огороде, вот нынче был, но он новинка вообще на томатном рынке. И я писала статью про него, в группе в Одноклассниках есть. И там я говорила, что большинство сортов, которые я выращиваю по несколько лет, я знаю о них все. Но если сорт новинка, и вот мне его прислали, например, семена, я только первый год вырастила, конечно, большинство, большую часть информации я беру с интернета. Но мы делаем все так. Иначе откуда бы я узнала, что вот Фиделио это отголосок кубинской революции, это я его теперь так называю. Вот Фиделио именно тот сорт, о котором я не знала ничего. Когда мне прислали эти семена, я просто посеяла их, посадила и думаю, ну посмотрю потом, как будет. И только потом, когда он начал расти, я начала, ну чтобы описание в каталог сделать, начала смотреть информацию. И вот он меня заинтересовал именно и сам своей формой, и вот это описание, и необычное происхождение. Обычно у нас как, сибирские томаты все, ну вот вывели их в сибирском саде, и все, мы все садим. И никакой у них интересной истории нет. А вот у Фиделио есть своя изюминка. Он не так прост, как кажется. И хотя он появился недавно, но всех интересует, и меня также интересовала Фиделио. Что за странное название? Какое-то вроде не русское, хотя сорт позиционируется как сибирский. Я начала интересоваться, раскопала очень много интересов на нем и сворваться. Я сейчас вам все расскажу. И вот это необычное название ему дали не случайно, потому что для получения вот сорта, который сейчас мы выращиваем в Фиделио, изначально взяли, такой как начальный материал, привезли томаты с Кубы. И вот много лет, в течение вот такого длительного времени проводился отбор. Короче, адаптация к нашему сибирскому региону, отбор самых хороших, самых стойких, самых таких более неустойчивых томатов. И вот когда селекционеры проделали вот такую длительную работу, получился сорт Фиделио. Но так как его изначально брали с Кубы, то, конечно, назвали его в честь вот этого лидера кубинской революции Фиделио Кастро. Вот мои ровесники, наверное, помнят, что когда мы еще учились в школе, это была вот такая тема Кубы, она была очень распространена. Молодежь пили песни, Куба далеко, Куба рядом, Куба в душе, значки выпускали, все, короче. С кубинцами мы вроде как дружили, даже каких-то кубинских детей привозили, вот, которые там пострадали от войны, потеряли родители, я это еще помню. И вот, оказывается, вот этот томат, который был назван в честь вот этого революционера, это и есть вот наш сейчас Фиделио. Он теперь сибирский томат стал, но с этими, с такими скубинскими корнями. И вот что получили они в результате. В результате вот получилось вот это удачное совмещение приобретенных качеств и врожденных. Приобретенные это то, что вот его заставили жить здесь в сибирском регионе, то, что его как насильно приучили к холодам, к длительным похолоданиям, вот к таким неблагоприятным условиям. И, но в нем осталось вот те южные корни, которые помогают ему пережить еще длительные периоды засухи. И это получилось такое удачное совмещение, что наш томат, получается, что он вроде бы и к сибирской погоде адаптирован, но он еще и оставил те свойства, которые очень важны. То есть хорошая завязываемость при высокой температуре. А это очень важно, особенно нынче у нас вот летом жарко. Все же многие знают, читаем интернет, знают, что при высоких температурах, особенно в теплице, начинается, ну как стерильность пыльцы или что это, вот это вот, что томаты цветут, но не завязываются. И вот в сорте Фиделио, благодаря вот этим вот корням кубинским, где он рос, конечно, в более жарких условиях, в нем осталось вот это качество. У него высокая завязываемость в любое жаркое лето. Все. Дальше еще что про него можно сказать. Сейчас. Подождите, я тут подписывала, да? Это я сказала. А, ну вот еще я в статье как писала, что из какого именно сорта выводили нашего Фиделио, история умалчивает, нигде этой информации нет. И теперь автором сорта считается вот этот вот знаменитый селекционер Дедерко, про которого я говорила, он нам Казанова открыл, и очень-очень много сортов еще других из Сибирского сада. Вот Фиделио, я нашла информацию, что он разрабатывал совместно с другой, подождите сейчас, чтобы никто не обиделся из авторов, что он разрабатывал совместно с Постниковой, с другим селекционером. И вот теперь они записаны в госреестре. Этот сорт уже как сибирский сорт, вот от этих авторов. Ну и бытует, конечно, мнение, что многие сорта сейчас и у Сибирского сада, у других, что это именно как слизанные, позаимствованные. Ну и за границей многие даже пишут, что вот они привозят, никаких там селекционных работ не проводят, просто этот сорт начинают выращивать, семена берут, называют, дают другое название. Я при этом ничего не знаю, я думаю, что никто точно об этом не знает, но вот есть у нас Фиделио. Действительно ли он взят прям копия с кубинских томатов или что-то, какую-то работу всё-таки они многолетнюю делали, как написано. Я думаю, это не нам судить, мы никогда об этом не узнаем, но факт остаётся фактом. У этого томата кубинские корни, записан он авторство за Дедерко и Постниковой. И вот этот Фиделио, он очень быстро распространился, вероятно, людям он всё-таки понравился. Я всего выращивала один год. Я не могу судить, какой он очень такой уникальный, который и в жару, и в холод. У меня он хорошо вырос, нормально. По вкусу он, ну такой же, как напоминает... Он и формой напоминает, как бычье сердце. Розовый, сердцевидный. Он не очень крупный, такой средний. Я его получила тоже, брала не в магазине. Прислала мне Кушнер Александра из города Зея, Амурской области. Сорт не коллекционный. Если вы хотите попробовать этот сорт, его можно купить в магазине. Он сейчас, говорят, что продаётся везде, потому что семена Сибирского сада по всем регионам торгуют. Если о характеристиках, то это индетерминатный сорт. Может быть и в открытом грунте, и в теплице. Но он не очень высокий. Он примерно полтора метра, как его описывают все другие производители. Ну, конечно, я его в теплице не выращивала. В открытом грунте у меня был полтора метра. Ну, значит, в теплице около двух метров вырастет. Потом, что ещё? Ну, конечно, как всем индетерминатам, ему нужно посынкование, ему нужна подвязка. Формируют обычно в два ствола, как все томаты. Вот я в открытом грунте формирую все в два ствола. Это среднеспелый сорт, если по срокам созревания. Урожайность. Указано, что в теплице 6 килограмм. Это производитель указывает. А при дежурном уходе в открытом грунте, если вы никак не будете его, ну, не очень сильно за ним будете ухаживать, то от 3 до 4 килограмм с куста. Не с квадратного места, а с куста. И это считается урожайностью высокой. Но я никогда, у меня когда спрашивают, а какая точно урожайность этого томата взвешите, я никогда не взвешиваю, сколько я томатов сняла, потому что это понятие такое растяжимое. У кого-то будет больше, у кого-то будет меньше. Это зависит от погодных условий, это зависит от плодородия грунта, это зависит от вашего ухода. Если, например, я получу 6 килограммов с одного куста, это не значит, что у вас обязательно будет столько же. Может быть, у вас будет 3, а может быть, у вас будет 8. У всех будет все по-разному. Поэтому называть, когда я называю урожайность, я всегда говорю предположительное, заявленное производителем. Все. Как я уже говорила, сердцевидная форма, розового цвета, очень напоминает, вот как под вид бычье сердце. Все. Мякоть, конечно, сахаристая, вот так на изломе. Вес небольшой, 300-400 грамм. Это не тот томат-гигант. Это вот такой середнячок. Да, он средний вес, салатное назначение. Вроде бы по всем описаниям он обычный. Все. Но проверять его, конечно, как он себя поведет в особо жаркий, в особо жарком климате или в особо холодном, это можно только на протяжении многих лет. Я вас просто знакомлю, что томат Фиделио вот такой. Это новинка. Еще очень мало о нем отзывов. Но, по крайней мере, никаких негативных отзывов о нем нет, как о банановых ногах, например. Вот разрекламировали, а есть нечего. Он обыкновенный, вкусный, мясистый, вот такой крупноплодный томат, сердцевидный, розовый. Как все розовые томаты. Вообще розовых томатов не бывает, вот чтобы сильно кислый или невкусный. Они все вкусные. И Фиделия тоже вкусный. Все, до свидания.